Сегодня по просьбам подписчиков я хочу поговорить о кроликах, о бургундских, у которых после рождения на шерсти присутствует как бы небольшой белый налет, небольшая седина, как бы сказать. Но это даже вот как по аналогии, если провести, это когда рождаются калифорнийские кролики и мы видим у них небольшой такой пепельный налет. Но сейчас речь идет о бургундцах, у меня таких кроликов в хозяйстве нет и не было и поэтому я не могу показать как они выглядят, поэтому показываю просто своих нормальных кроликов. Но вопросы задавались мне часто и со временем я начал узнавать этот вопрос у экспертов и у экспертов из разных стран. Информацию я обычно узнаю у ведущих экспертов разных стран, так как на протяжении многих лет я посещаю зарубежные выставки и многих знаю лично и с некоторыми мы очень хорошо знакомы и ладим. Так вот, некоторые эксперты вообще мне не смогли ответить на этот вопрос, говорили, что мы с этим не сталкивались, а некоторые эксперты с этим столкнулись и уточнили мне, что речь идет именно о молодых кроликах, которые еще не прошли первую линьку. Да, сказали, что такое бывает, встречается это как бы не часто, именно когда рождаются кролики, начинает расти шерстка и мы видим сверху легкая посеребренность. А именно белый налет поверх шерсти. Ну и вот, а эксперты мне объяснили, я сейчас не буду уточнять кто именно, ну и вот они мне объяснили, что после первой линьки все это серебро, весь этот налет проходит и ими же было замечено, что у таких кроликов в процессе роста, когда он становится взрослой, окрас шерсти еще как бы даже насыщенней и более ровной. Ну вот такое заключение сделали мне эксперты, это как бы я не сам выдумываю, мне этот вопрос был самому очень интересен, потому что его мне не раз задавали, бывало, что присылали фотографии и просили прокомментировать. Ну на данный момент этот вопрос я могу прокомментировать только так. Поэтому если попадутся у вас такие крольчата, не паникуйте, оставляйте дальше этих крольчат на продолжение рода. Сразу же обратите внимание, после первой и второй линьки уйдет ли до конца этот белый налет, ну и желательно у кого уже было такое и кто вырастил таких крольчат, мне бы сфоткать и показать фотографии где-то, можно в соцсетях или на почту прислать. Мне тоже будет интересно посмотреть на это и даже в последующих поколениях вероятность, больше вероятность того, что то, что крольчата уже не родятся с таким белым налетом, может быть это только в одном поколении будет. В общем, хоть этот вопрос и выяснен, но я бы хотел еще послушать ваше мнение, у кого были такие крольчата. В следующем ролике я затрону вопрос, как выбрать кроликов в возрасте 2-2,5 месяца и, например, у вас 3 акрола или там 4, чтобы не растить всех кроликов, как можно выбрать тех крольчат, которых в этом возрасте можно оставить на племя. Вопрос интересный, я знаю на него ответ и поэтому эту тему мы затронем. Этот вопрос мне задал подписчик Александр, хотя нет, это не подписчик, это у меня просто посетитель, потому что 85% просматривающих мой канал не подписаны, но ничего страшного. Всем пока, здоровья вам и вашим питомцам.